Здравствуйте! На Эхе Москвы в Уфе программа «История башкирских родов». У микрофона Руслан Валиев. Вместе со мной в студии Салават Хамедуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖРС. Здравствуйте, Салават! Здравствуйте! Сегодня мы продолжим говорить об истории героя башкирского народа Алдара Исикеева. В прошлый раз мы закончили походом восставших на Казань и после этого преследованием регулярными частями царской армии. После этого года что дальше? Как развивались? Поход начался в декабре 1707 года. В январе уже нового 1708 года башкиры фактически захватили весь Казанский уезд, стояли под стенами Казани. Потом пришел Боярин Хованский и с территории уезда их вытеснил. В конце января башкиры отступили на территорию Уфимского уезда, то есть на территории Башкирии. Потом начался переговорный процесс. Западная Башкирия, Казанская дорога, она отказалась, дали участвовать в этом восстании. Башкирское общество, эгалитарное общество, где каждый клан решал свои проблемы самостоятельно, где никто никого не мог заставить. И вот Алдар как раз столкнулся вот с этой проблемой. Он, естественно, хотел продолжать это движение. Он был, видимо, самым последовательным сторонником независимости Башкирии, политической независимости, образования башкирского ханства там или как, я не знаю, как он это называл. Но ханов он приглашал. И был провозглашен Ибрагим хан в 1707 году ханом Башкирии. Но в 1708 году тут источников не так много сохранилось, к сожалению, вот по вот этому периоду. Видно, что движение постепенно стало переноситься в Зауралье. Казанская дорога отказалась дальше воевать. С Уфой, как я уже говорил, у Алдара лично нейтралитет. Видимо, какая-то договоренность была. Вот вы давайте сами по себе, вот мы тут сами будем. Хотя уфимцы жаловали, что вот правда это уже по прошествии многих лет находимся посередине воровской башкирской орды, а в то время соблюдался некий нейтралитет. В Заурале была совсем иная ситуация. Башкиры Заурали, они были не столь многочисленны, как, допустим, башкиры Ногайской или Казанской дороги. Но они были не менее недовольны вот этой политикой государства. Это было связано с тем, что когда шло завоевание Сибири, многие башкирские орды Заурали были сторонниками хана Кучумы. Даже на определенном этапе Табын, Санриан были основной его силой, убежденными сторонниками хана Кучумы. И когда произошло завоевание, поскольку они добровольно не входили в состав башкирии, как башкиры Приурале, многие из них не получили подтверждения на свои вотчины земли. Раз у них не было на руках документов, вот почему Челябинск область сейчас существует, это ведь уже началось в 17 веке, началась массовая колонизация Заурали. То есть, представляете, если на карту, Приурале это какое-то такое белое пятно, терра инкогнито, а Заурали идет активная колонизация, да, строятся слободы, крепости там и так далее, и так далее. Почему? Потому что зауральские башкиры не смогли предоставить оберегательный грамот на свои земли. В 18 веке они, правда, потом уже постфактум, как вот эти все восстания отгремели, они все это получили, потом узаконили свои земли. Соответственно, был построен там Далматов монастырь, вот в середине 17 века, Катайский острог, Колчеданский острог, все это сейчас города. Башкиры этим были недовольны, страшно были недовольны, своих сил не могли собрать. Сильно они повоевали во время восстания 1662-64 годов. Башкиры при Урале были сосредоточены на своих проблемах и не оказывали помощи соплеменникам. Тогда они что начали делать? Они начали призывать казахов и каракалпаков. В конце 17 века наблюдается ничем не мотивированная серия нападений казахов и каракалпаков на сибирские свободы. Сами жители Сибири долгое время не понимали, что это нам казачья орда приходит, как они пишут, казахи, это казачья орда. Один год пришли, там все разорили, второй год пришли, одно из сражений было, погибло около 400 человек, служил их у людей. Для Сибири это просто огромная цифра. Фактически был уничтожен регулярный полк. И не могли понять, в чем дело. И потом по прошествии нескольких лет стало ясно. И вот что пишут. В каракалпаках и в казачьей орде живут многие башкирцы во многих юртах и с женами, и с детьми, и заодно с ними ходят на войну. Ну, вожим на свободу всегда они бывают башкирцы. Вожи, то есть проводники, то есть они их наводят. Фактически инициаторами вот этих казахских и каракалпакских нападений в конце 17 века вот как раз были эти башкиры зауральские. И потом, как в другом документе пишут, даже и сами нападали под видом казахов. А как они смогли привлечь казахов? Что им они обещали? И какие цели ваши последовали? Ну, многие башкиры, чтобы привезти туда, приняло подданство Тауке хана казахского. Тауке хана, и потом на правах поданного, он говорит, вот давай, мы теперь твои подданные, давай защищай нас. Вот такая ситуация. И вот когда уже случилась Алдаровщина, когда вот это поднялось, как раз зауральские эти башкиры пригласили Алдара к себе. Помоги нам. И почему-то Ибрагим хан, куда-то он пропадает, и мы видим, что 1709 года Алдар призывает уже другого хана, хан Хазей, Хаджи-хан. Они едут в Юрматынскую волость, по всей видимости, вот в горе Туратау, там его поднимают на Белом войлоке, провозглашают хана башкири, и потом все совместно, все башкиры Ногайской и Сибирской дороги едут за Ураль и начинают там войну. В общем-то, реконкиста, так скажем, продолжается. По документам конкретные были политические планы. И вот этот Хаджи-хан, он прямо и так и заявлял, я пришел сюда для взятия царства моих дедов и отцов. Он же был Кучумович, чингизит. Я, говорит, Сибирь пришел брать. Что интересно, документы остались. Приехал к вам хан Хазей и князья от семи юртов, согласясь к совету, из 700 тысяч человек. Ну, цифра преувеличена, конечно. Пока мест мы приедем к вам, верных и неверных разберите, а верные особо живите, то есть мусульмане. А будете так и не жить, сами грех свой пеняйте. А после того ведомо было, Казань была Шигалея хана юрт, а Уфа была Гирея хана юрт. Оба мусульманские юрты были. И вы, иноверцы, из мусульманского юрта пойдите вон, и вы мусульманскую веру веруете. И буди в мусульманскую веру не пойдете, платите нам дани. Фактически политический манифест. То есть заявил о восстановлении мусульманского государства. Принимаете, говорит, веру, а кто не примет веру, платите дань. То есть джизья. Джизья – это, значит, налог мусульманских странах для немусульман, которые сохраняют свою веру, но за это платят дань. Вот такое было заявление. И потом начинается серия вот этих нападений. Фактически все за Урале и слободы. Многие из них были разорены. Разорение вот этого реконкиста на сибирской стороне Урала продолжался весь 1709 год. Вот за год тоже силы поистощились. И потом башхиры сибирские, зауральские стали, в общем-то, высказывать претензии. Вот этому хану хозяю. Сначала был хан хозяй, потом приехал его племянник Расмухамед хан. Но он был мальчишка, там 10-летний, вел себя, так скажем, заносчиво, обещал, что придет каракалпакская сила, 20 тысяч человек. Но сила не приходила. По всей видимости, это просто был обыкновенный прием, обещание вооруженной силы, чтобы вдохновить. На самом деле, никакой силы за ними не было, за этими Кучумовичами. У них было громкое имя, была большая воля к борьбе, но реальной силы, к сожалению, у них не было. Кстати, откуда они приходили, где они жили? Когда из Сибири они были изданы, правнук Кучума, Кучук, был провозглашен ханом Башкирии во время восстания 1662-64 годов. По окончании этого восстания ему ничего не оставалось делать, как уйти из Башкирии. Их приняли себе каракалпаки и провозгласили каракалпакскими ханами. Поэтому вот у каракалпаков и башкир была одна ханская династия, вот как раз Кучумовичи. И когда уже в последующем вот эти восстания какие-то возникали, как правило, всегда башкиры из каракалпакской орды приглашали вот этих Кучумовичей. Ну и просили заодно, типа, приведить с собой каракалпаков. Ну вот здесь они ждали весь 1709 год, что придет каракалпакская сила, как они обещали, к концу 1709 года. Уже стало ясно, что никто не придет и надеяться не на что. Тут вот интересна позиция западных башкир, как раз вот после того, как вот этот манифест хаджи хана вышел, началась такая пропагандистская борьба, война, так скажем, да, информационная. Тот же выступил с обращением против вот этого хана и Алдара, бывший соратник Алдара, Батыр-Тюликеев. Да. То есть, ну, видимо, по согласованию с властями, вот он написал, по реке Ику, то есть, которая живет на реке Ик, от Кусюма-Батыря, Казанской дороги от Урозая, Осинской дороги от Кармана, Кармановская ГРС, это как раз вот этот, значит, башкир Уранской волосы, Караман или Кахарман, пишет, значит, ты, Алдар, всеми ордами мутишь и худого своего дела не оставляешь и делаешь худо, а нас здесь в огонь сжешь, хочешь ненадобными словами и делами весь мир разорить, а нам слышно, что будто ты из чужой орды привез хана и на нас не пеняй, прежде всего такие разорители пропали, и так же ты пропадешь вовсе. То есть это о чем говорило, о том, что несмотря на протест против злоупотребления власти, которая, несомненно, вела себя очень плохо, приступая все пределы, но несмотря на это западная башкирия не хотела отделения, то есть вот они повоевали, отомстили и уже хотели примиряться с царским правительством, но Алдар продолжал. Объяснение этому пишет историк Азнобаев. Западная башкирия это уже осюдлые башкиры, и если возникает вот это ханство чингизитское, то они автоматически переходят в разряд подчиненных родов, как земледельцы, потому что ханство, что это? Это вертикаль власти, а не как вот башкирская полития, горизонтально интегрирована, где все кланы, несмотря на численность, на свой образ жизни, тип хозяйства, все равны. А здесь, если, значит, такая вертикальная интеграция происходит, соответственно, оседлые башкиры, они сразу превращаются в тяглы. Естественно, им это ханство и не улыбалось. Вот этим западным башкирам и северо-западным, северным башкирам. Они вот эту ханскую идею не поддержали. Ханская идея как раз была популярна только у башкира Ногайской и Сибирской дорог. Вот такая ситуация. Потом вот этот хан Расмахамед тоже куда-то пропадает. Восстание в Заурале тоже подходит к своему, в общем-то, логическому концу. И башкиры Сибирской и Ногайской дорог уходят из Сибири, останавливаются у озера Чебаркуль. Только непонятно, какой Чебаркуль. В Заурале два озера Чебаркуль. Сделают ставку. Потом последний хан кто были не согласны с установлением ханской власти. Оказалось, собрали отряд, напали на войско Алдара, нанесли ему там какое-то поражение. Вот этого хана поймали и выдали в Уфу его, значит, сдали властям. Хан пропадает. И вот на этом заканчивается 1709 год. Но, что интересно, на значительной части территории Башкирии устанавливается вот такая ситуация. Ни мира, ни войны. Но по факту Башкирия обрела независимость. Больше 10 лет Башкирия выпала из административной системы российского государства. Башкирская полития в неизменном виде, горизонтально интегрированная система вышла из российской юрисдикции. Ни ИСАХ, никаких повинностей, ни война, ничего. Все. Сокрушаясь, Апраксин, казанский губернатор, писал Петру Первому о тех башкирцах доношу тебе государю. Народ их проклятый, многочисленный и военный, да безглавный. Никаких над собой начал, хотя бы так, как на Дону, подобно атаманам, не имеют. Приняться не за кого. И что особенно, послать не к кому. То есть центра принятия решений? Нет единого центра принятия решений. Каждый клан действует как хочет на свое усмотрение. Победить башкир не удалось. Действия против них вызывают еще более сильное противодействие. Несколько уездов в окрестах разорены. Тюменский уезд весь разорен. Не рассказывал про события на севере, в Пермском крае. Тоже весь Кунгурский уезд был разорен. Казанский уезд был разорен. Вот последствия. Катастрофические. Кем были созданы-то? Возвращаемся к причинам этого восстания. Царские чиновники из злоупотребления и привели ко всему этому. Алдар вовсе не хотел воевать. Он несколько лет выжидал. Просто когда уже вот это бездействие стало нестерпимо, он взялся за оружие. И вот мы видим, что из этого вышло. И вот английский посол Чарльз Витвард, который внимательно за всеми этим событиям наблюдал, писал, что башкир имеет отношение с Разиным. О движениях башкир на Северном Кавказе, которые ушли там и подняли восстание во главе с султаном Урадом Башкирским. А здесь он про башкирия вот что пишет. Как раз на Украине там разворачивались все события. В это время как раз была Болтавская битва в 1709 году. К Украине направляются все большие силы. И нескольким офицерам, прибывшим было сюда, то есть на Украину из Казани, приказано возвратиться к своим полкам для наблюдения за башкирами, которые почти все лето 1710 года не клали оружие. И власти держали на стороже 7000-й корпус регулярной армии. Отвлекали серьезные силы. Да, естественно, да. А вот эта депеша ушла в Лондон, в форин-офис. После всего этого сибирского похода, вот этот период независимости, о нем мы мало что знаем, какие-то были спорадические наступления. Башкиры пытались завязаться с Кубанской Ордой. Алдар установил связи с Кубанской Ордой, с Сираскиром Кубанской Орды, Бахтигиреем, Крымский царевич, который Кубанской Ордой нагайцами во главе был поставлен. Пытался, значит, завязаться с калмыками. У калмыков тоже было не все в порядке. Вот Аюка Хан, который стал таким, как его называют в литературе, степной самодержец, фактически создал вот эту калмыцкую державу, которая вроде бы считалась вассальной по отношению к России, что интересно, потому что Аюка Хан считался вассалом русского царя, но в то же время он ввел независимую внешнюю политику. Напрямую имел отношение с турецким султаном, с иранским шахом, с среднеазиатскими ханствами и так далее. То есть ввел абсолютно так политику независимую внешнюю. И его, скорее всего, наверное, русские воспринимали как подданного, а он себя, наверное, не считал таковым. И вот этот период независимости шел все десятые годы. В это самое время ситуация обострилась, где никто не ожидал, и это вот привело уже, так скажем, реминесценция событий столетней давности. То есть начало 17 века, когда основная масса приняла русское подданство, началось нашествие монголов-айратов или калмыков, как их называли. Из Монголии они снесли Нагайскую Орду, и башкиры были вынуждены принимать русское подданство. Это было сто лет назад. Сейчас ситуация повторилась. Из Монголии родственники волшки-калмыков джунгары начали наступление, нанесли поражение казахам, несколько поражений. И вот в этой ситуации резко поменялся весь этот геополитический расклад. Казахи были оттеснены на север и заняли башкирские земли. Приорали, то, что сейчас называется Актюбинской областью, Актюбинской, Уральской и другими областями, отчасти Тургайской, Кустанайской. Это все была башкирская территория, и они просто вынуждены были туда отступить. Надо понимать, почему это получилось, потому что башкиры на этих землях постоянно не жили. Это были их угодья, где они добывали Гесак. Полустационарное поселение все-таки находилось в Приурале, на Южном Урале, в Заурале. А все вот эти угодья южные, поскольку это что? Это ведь исторически было, что это вот такой был своего рода проход. Всех кочевников, которые шли с востока на запад, проходили по территории Казахстана, там невозможно было постоянно жить. Их можно было только использовать как угодья, там, наездом для выпаса скота, для разных целей. Опять же, Соль Илецкая, тоже туда, а не наездом башкиры, там, экспедиции снаряжали. Это была их собственность, но это было очень опасное место. 3000 человек выезжает, человек там 200-300, соль копают, остальные вот так вокруг стоят, окружение держат. Естественно, когда джунгары потеснили казахов, они волей-неволей заняли эти земли. И еще там была одна ситуация, был молодой, очень перспективный царевич Абул Хаир, просто тогда еще не султан и не хан, а просто Абул Хаир, один принц крови, чингизит, который с самого начала Алдаровщина был лично другом Алдара. Алдар был старше товарища, он был помладше, он участвовал и в битве при Юр-Октаву с небольшим там отрядом пару десятков человек казахов. То есть это был его такой верный товарищ, и вместе они в казанских поход ходили и так далее, и так далее. Очень храбрый человек, и вот Алдар делает ставку на него. Вся дальнейшая история и Казахстан, и Башкирия нужно только рассматривать через призму союза вот этих двух человек. Об этом мы, наверное, будем говорить уже в следующей программе, более подробно остановимся на этом союзе и на том, как развивалась дальше биография Алдара Исекеева. Я напомню, что в эфире «Эхо Москвы» в Уфе была программа «История башкирских родов». В студии были Руслан Валиев и Салават Хамедуллин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шежере». Спасибо большое вам, Салават. Спасибо вам. Спасибо всем, кто был с нами, и до новых встреч. До свидания. Руслан Валиев